Полиция не подтверждает официальное заявление вооруженных сил Украины по захвату воинской части в Одессе. Об этом сообщил советник начальника областной полиции Руслан Форостяк. Ранее в Минобороны заявили, что группа людей в Балаклавах пытается осуществить рейдерский захват части военного объекта. Как потом выяснилось, компания «Юктранс Терминал» проводит плановые работы по монтажу и установке у аэродрома школьной металлического забора, имея на руках все необходимые разрешительные документы. На этапе завершения установки ограждения у нас возникли сложности. Сложности следующего характера. Со стороны соседствующей с нами воинской части к нам пришли вооруженные люди. Среди них были люди в гражданстве и препятствовали окончанию строительных работ. На совещании в Одесской облгосадминистрации свою позицию высказали и чиновники, и военнослужащие. Губернатор отметил, что главная проблема этого участка – то, что земли, принадлежащие Минобороны, не оформлены надлежащим образом. Причем такая ситуация в области нередкость. Категоричная позиция влады, центральной влады, президента государства, министра обороны, моя личная позиция, что все безвиключено мейно військовых, которые есть, должно быть оформлено. Крапка. И все позиции согласились, все присутствующие в этом зале. Никто из представителей воинской части ситуацию не прокомментировал. При службе Минобороны обратитесь. Вы же знаете, что военные не дают комендарии. Мы сейчас были на совещании. Застройщик уверяет, работы у аэродрома продлятся еще около 8 месяцев, после чего компания уберет забор и вернет территорию вокруг стратегического объекта в первоначальный вид. Продолжение следует...